Я дам свой чип-лист, как я вижу, можно выстроить, нужно выстраивать максимально качественную модельную стратегию. У кого есть реально видение, проработанное на год, на три, с такими общими, хотя бы, мазками, пульдами? Куда вы двигаетесь? Если YouTube, то каким образом? Если контент, то тоже каким образом? У кого есть примерное понимание, видение? Один человек, что ли? Два, три, четыре? А как вы? Вот интересно прям. Вот прям интересно. Давайте вот вы. Как вы увидите? И что за тема у вас? Ну, я представляю его детство, сушка. Как еще раз? Вероприятие. И ванжи. Да. Я лично, но вы. И продвижение захода, конечно, в контент статьи, в чипроватом статьи, которые... В блоге. В блоге, да, вы делаете? Да, да. Плюс, по всему, если говорить о личном каком-то росте, то именно фотографии, то я занимаюсь личным продвижением Инстаграма. Инстаграма чаятная? А? Вы в Инстаграме, в смысле, качаете аккаунт на Инстаграм? Да. Так, а как вы это делаете? Мазмоловинка, да? Да, да. Состоятельный. А, почему? Я же сервис. Я же сервис. У меня интересная картинка, это интересная... Вообще огонь. Я понял про ту штуку, вот прямо на ноги вам зайдет. У кого бизнес развивается здесь, в Волгограде, и за регионы как-то огонь не уходит? Еще раз, что за тема? Скажите кто-нибудь. Давай, что за тема? Кольят. Кольят. Прям вообще огонь. Что вы сделали? У меня есть друг, друг есть шанс, по нему, врачи, знаете, что за тема? Одна карточка дисконтная, дойдет скидки во всех заведениях практически в городе. Слышали, да? Есть такая тема в Волгограде? Нет, она осталась в крючках. Я не верю, что правильно. Он, короче, меня придет, говорит, слушай, ну помоги побрасывать, реально. Он два месяца, это какие-то сайты, какие-то группы непонятные, и вообще результатов не было. Я говорю, слушай, давай сделаем такую тему. Давай, короче, разобьем целевую... Вот это прям реально можно внедрять прям завтра. И это действительно рабочая штука. Мы разбиваем три целевых аудитории, если нужно, десять, смотря сколько у вас целевых. В каждую целевую аудиторию мы выписываем лидеров мнений. Там, пять, десять, двадцать, тридцать человек. Максимально много. Выписываем лидеров мнений. Дальше. Мы звоним этим людям. Говорим, чувак, здорово, слушай, тема есть, где где? Давай к вам еду. Подъезжаем к этому человеку, даем ему карточку в руку, фотографируем его. Но он выкладывает это в свой аккаунт в инстаграме, и мы делаем репост в свой аккаунт. Знаете, что произошло? За неделю его охренеть оборвали просто. Он не успевал принимать лунки. Одно действие за неделю. У него за неделю что-то там 500 фоллореров произошло, ну, подписчиков. Вообще простейшая штука. Вообще, Колян может взлететь. Вы представляете, что происходит? Вот этих лидеров мнений, раскачанный аккаунт у вас в городе. Сделайте ему попраску бесплатно. Скажи, чувак, я тебе Колян могу хочу. Сделай репост в свой инстаграм. Что вам кажется? Бесплатно. Да, просто бесплатно. Если вы с ним хорошо общаетесь, хотя бы какой-то коннект, сделать проще по словам. Это же не бесплатно. Ну, у меня же... Ну, как не бесплатно. Нет, ну, тут уже от ваших коммуникативных наук зависит. Мы бесплатно сделали. Никому... Нет, мы карту просто давали. Ну, то есть карта в себестоимость получили. 500 тысяч килограмм. Ну, что? Ну, я... Возможно, я... Да, вот раз. Посмотрим. Окей. Ну, я могу поговорить. Короче, там же ходят, да? Там кальян и репост. Все. А? А может, зачем кальян? Ну, блин, вы что, не можете договориться с человеком, чтобы вам... Блин, мы мотивируем подрядчиков работать за идею. А вы говорите, типа, расходку? Вопрос... Ну, вашей энергетике, что ли? Замотивируйтесь. Ну, чувак, слушай, попраски, сделай репост. Молодец. Да, давайте. Выполнять, что ли, кто работает за идею? Что выполнять? Абсолютно все. Выполнять? Мы сейчас к этому придем, о том, как входить в рынок, через какой вопрос. И вот эта мысль о том, что, типа, чего... Вот, знаете, на американском рынке есть такое понятие, как нулевон цикл доверия. Нулевон цикл доверия. Какого хрена я буду платить тебе деньги, я тебя вообще первый раз в глаза вижу. Кто ты? Ты сделай сначала... Чувак, мне моя репутация в разы дорого, нежели тебе заплатить 5-10 тысяч рублей. Ты сделай результат. И мы не раз так попадали. И с email-маркетингом, и с дизайном. И теперь я принципиально ничему наперед не плачу. Дальше мы придем к заголовку, я покажу, как мы делали это в Москве, в BNB. Это прям вообще истерика. Мы вынесли сумку кэша просто с одним CTA. Дальше и дойдем до этого. То есть, ну вот чит-плат. Там, где-то там. О чем-то. Instagram, Instagram. А пятый тренд какой-то вы? Да, сайта. Пятый тренд. А, я хотел вам дать, короче, чек-лист, как я вижу. И вот, что в моем понимании есть маркетинг-стратегия. Маркетинг-стратегия. Наверное, так. С чего-то сейчас начинать и по каким шагам двигаться. Ну, первое. Первое. Мы запуская фабрика. Давайте, наверное, покажем видос хотя бы один. Чего пытался? Первое. Кто они? Фабрика, франшиз. Кто они? Мы его запускали вообще на жутком морозе. Это вот к тому вопросу, что без инвестиций, вообще без инвестиций. Причем в Винусе. Ну, я просто сидел в офисе. Мы его в Москве просмотрим. Я сидел в офисе, просто прозвонил телефон и книгу, мы собрали поток. Ключи, пожалуйста. Это вот в рамках фабрики франшиз. И я дам вам чит, и как вы это делали. По какому получили? Жура, да? Попробуем. Чуть тише и музыку. что мы сделали то есть каким путем мы пошли мы собрали просто на коленке быстро перу поток там порядка 15-17 чек мы обучили вот в режиме какого воркшоп-коучинга и потом что мы сделали реально заморочились и подумали так а кто наш целевой клиент вообще в принципе и прям закопались туда вот два дня мы изучали целевую аудиторию я скептически правда относился к понятию вообще целевая аудитория это вот одно из тех замыленных одна из тех замыленных терминологий которых которые попилируют маркетологи иногда я реально погрузился и реально заморочился у меня очень сильно вскрыло поэтому первое может масками то есть мы четко поняли нас есть три целевых клиента идеально 1 миллион за 100 это люди которые тнулись в потолок прибыли то есть это люди которые уже делал хорошие результаты там 300 500 300 500 и которые реально хотят масштабироваться мы поняли больно мы поняли что перед сном они думают о том как не прожить эту жизнь зря там как как пробить патологию нас упаковки даже был такой чувак короче в ящике короче который пробивает смысловая такая нагрузка шла дальше мы поняли что наш клиент это человек который которого уже тошнит от своего бизнеса ну реально ему надоело он уже там два-три-пять лет занимается есть такой тип людей их начинает рано или поздно тошнит и вот мы ходили включая упаковку типа возможно вам знакомо у вас тошнит вроде от вашего бизнеса ну то есть вот максимально не он и первый шаг это целевая аудитория потом можете на youtube и найти ну включи еще один видос но в короткой игре это вот к тому что что такое гимнификация вообще на самом деле тема команды образования это отдельная история я вас очень давно вступал бы как на вот здесь 6 назад и эту тему раскрывал как мотивировать людей и нами это тоже маркетинг вот включить мы вот то как мы нанимаем людей это вообще прям целая методология мы собеседуем людей 6 часов кто проводит асессменты групповые групповые да делаете а по какой методологии есть какая-то система фабрика франшиз крыши снос я просто покажу как мы это делаем и дальше я вот это тоже маркетинг и вот на самом деле сложно отделять маркетинг от продаж от найма людей вот вот так мы это делали мы потратили бюджет 1200 у меня был удаленный вечер и за неделю за 10 дней мы собрали на групповой собеседем 22 человека почему я как бы включила это потому что только человек пришел к нам в офис это тоже маркетинг он прошел целую цепочку касаний в интернете он получил мой видос там интервью на рбк он получил там чек-листы он получил там еще кучу видосов и когда он пришел офис с такими глазами он уже хотел у нас работать маркетинг мы продали по сути компании маркетинг включи пожалуйста черный грузия и то как мы собеседовали это тоже маркетинг то какие вопросы мы задавали тоже маркетинг назовите там представьте у вас в руках неограниченная сумма денег здесь не в руках на карте 10 миллиардов долларов и вот такие вопросы мы его разбалтывали там выходил такой 6 часов 6 вечера до 12 ночи мы собеседовали людей маркетинг ладно чек-лист первое понять целевую целевую понять знаете как-то по флагу целевую клиент я все это знаю реально заморочиться реально заморочиться и есть девять вопросов мы делали упражнения вот в институте есть еще 117 вопросов вот вы его вообще обменная штука мы прям реально прорабатывать вопрос 2 дня по часа 4 скрыть первая целевая аудитория дальше позиционирование вот тоже слово заюзанное позиционирование чтобы позиционирование у кого есть позиционирование позиционирование какой вид деятельности вот это позиционирование везде фигурирует вообще везде группы сайт прикольно есть упражнение прикольные по поводу позиционирования упражнения упражнение о том вот вы представьте вот вы уходите на зал пять тысяч человек и как бы вы хотели чтобы вас представили этому залу то есть кто вы и позиционирование должно быть везде то есть везде во всех видосах во всех этих то есть людям рано не можно просто залазить в голову и все он вас воспринимает с этим третье после позиционирования это упаковка сейчас чуть-чуть коснемся и мужик упаковка упаковку я включаю несколько вещей это копирайтинг копирайтинг вот тоже копирайтинг это на самом деле маркетинг это вот высшая математика и копирайтинг наверное один из основных интегральных составляющих вот маркетинга потому что копирайтинг у нас почему-то в россии думают что копирайтинг я копирайтер если я просто пишу я копирайтер кто работает с копирайтингами сильные реально крутые копирайтеры да вот я часто встречаю блин какой копирайтер блин вы знаете что крутые копирайтеры зарабатывают за одной статьи десять тысяч долларов крутые копирайтеры ну как Кеннеди, к примеру по копирайтинг это вообще отдельная история вот я чуть-чуть коснусь копирайтинг это CTA оффер ну предложение УТП как угодно это называется и третье это это дизайн уууууу а есть ту дизайнер есть кто дизайном занимается vagy сам дизайн ну у вас точно вкуса нет нет Есть знаете как много на рынке таких дизайнеров как сul продают это как дизайн а я реально захожу просто идентифицируя там у человека есть вкус или нет на самом деле просто И я когда смотрю на дизайны, я просто ужасаюсь, говорю, вообще как это можно продавать? Тоже отдельная история, я коснусь, это вот есть выражение, дизайн это вам не лютики, цветочки. Почему-то в России думают, что дизайн это... Промышленный дизайн работает у вас? Конечно. Ну, есть два типа дизайнера. Есть дизайнеры, которые прям такие прокаченные до того, что они как бы свое творчество через дизайн передают. А есть дизайнеры, которые просто впаривают дизайн и научились делать в фотошопе и думают, давай я буду это монетизировать. Крышеснос, да? Ну и те, и те ничем. Не и те, и те очень плохое. Вот в России вот это заблуждение. Дизайн он влияет на продажу и хороший дизайн он простой. То есть ничего там не должно быть. Вот если пилят из первого экрана там всякие цвета, цветы и так далее. То есть дизайн, сетя и копирайки. И четверто это трафик, соответственно. Вот сейчас тут мясо будет уже. По поводу трафика. Я прям вам покажу нашу модель. И тут много вопросов. Вот уже два человека задавали по поводу команды. Мы делали по сути свою цепь сеть в интернете. ВК. Реально максимум собрали 300 человек, которые генерировали нам трафик бесплатный. Мы делали промоушены, они путешествовали, мы в Турцию людей отправляли. И я сейчас вам это покажу. Что они загружают? Вы интернет пересоходите. Вы не забываете? Ну, если по целевой аудитории примерно все понятно, то есть есть определенные методики, что ли, методологии, как целевую аудиторию идентифицировать. То позиционирование тоже, упаковка тоже примерно понятна. Вот здесь начинается интересно. Копирайтинг, сети и дизайн. Включи, пожалуйста. Но если загрузить включи, если нет, то там два сайта открыт. Это антисон и генезис франчайзинг. Ну, вот, буквально месяца три назад мы делали антисон в Москве в доме БР. Вот, каким предложением? Типа, чувак, ты приходи, заплати сколько сам посчитаешь нужно. Мы не регламентируем стоимость человека. То есть мы собрали зал там, ну да, я участвовал очень активно, но была еще команда, которая это делала. Вот, и мы собрали, да, нет, на стену. Мы собрали реально там зал, человек, наверное, на 150, и сказали, типа, ну, ребят, вы получите информацию, вы сами определите стоимость этой информации. На выходе мы поставили камеру вот такую. И каждый человек, который приходил на выступление, он не мог выйти из зала, ну как, мог чисто гипотетически, но не выходил. Без интервью, без того, чтобы сказать, я положу слогана, почему, потому что считаешь, что вот сколько это стоит. Кто-то кидал 100 рублей, кто-то там десятку кидал, и он стрёмно, ну, раз, во-первых, транслирует, у, во-вторых, там, у людей куча, и он стрёмно. Это, знаете, вот люди одевают маски. И это можно использовать. Вот человек, одев маску определённую, ему очень сложно от неё отказаться. И вот люди приходят с такими вещами очень серьёзными. И им сложно снять эту маску. И это можно использовать. Так вот, в итоге, я сам кинул кэш, когда я организовал, я сам кинул деньги. В итоге мы вынесли сумку кэш оттуда, ну, 1200 там, ну, такими мелкими, там, кто-то 100, кто-то там тысячи, кто-то 500. И это работает. Мы сейчас, вот включи второй сайт, мы сейчас тестируем это на онлайне. Я не уверен на сто процентов, что это сработает. Но это, как минимум, будет хороший, интересный опыт. Нет, нет, это не надо будет. Тут суть заголовка. Вот мы сейчас проводим там, в конце апреля интенсив по франчайзингу. То есть это будет 3 дня такого максимально сжатого, концентрированного контента. Ну, реально максимально сжатого. Чувак, плати сколько, а души сколько считаешь нужным. Хрен знает, как сработать. Ну, вот тут вопросы задавали ребята, типа, ну, а что там, кто-то полкини пилит. Понятно? Будут точно такие люди. Всегда будут такие люди. Да. У нас просто также есть зона системы оплаты, и сколько считаешь нужным, там, это два взаёмных. В смысле, для кольян? Да. Я покрыл кольян сколько считай нужно в работе? Сколько лет. Это и ориентабельно? Да. Не многие тогда вопросы начали. Ну, не многие, но вот туда-куда. Ну, как правило. Лайк начал это давно еще внедрять, на самом деле. Но суть в этом, да. Сами, вот кнопка, про которую я вам говорил. Фишка, знаете, в чем? Что механика следующая. То есть, суть сетя, вот, вашего экшен или предложения УТП, Офина, как хотите называйте, в том, чтобы сто процентов здравомыслящих людей не смогли тупо отказаться. Ну, ваш целевой клиент, которому это потенциально интересно, зашел на сайт и он тупо не смог отказаться. Вот, если он откажется, это как-нибудь странно. Вот суть предложения. Но, мы проработали, конечно, там воронку. Он оставляет заявку. Вот сейчас там как раз таки, прямо сейчас это интегрируется и все, поэтому не оставляйте. Он оставляет заявку, ему приходит дальше второе письмо, где будет мой видос, где я даю ценности видеоформате самого материала. Ну, я говорю, чувак, ты 200, это точно не стоит. Ну, как бы, я работаю два раза, и за это 5 тысячам заплатил бы отвечаю. Причем, там, ну, дальше будет смысл, и что он получает, там, кучу контента, гигабайтов, практических шаблонов и так далее. Поэтому, как бы, ну, если ты здравомыслящий человек, а потом еще подтвердим это пруфом, скажем, ты когда оплачиваешь, я должен скриншот скинуть в группу общую, в общаку. И, как бы, ну, сейчас не стремно тебе будет. Ну, там есть определенные механики. Но суть в этом. Суть в том, чтобы человек не смог отказаться. Ну, можно чуть-чуть там ниже пролистать, вот как-то. Я этот сайт быстро очень упаковал, поэтому это не верх, там, какого-то смыслового контента. Ниже, ниже, ниже. Но суть в том, что я понял, у нас 7 целевых клиентов. То есть я проработал по этой механике сам, и все. Я понял, что им нужно закрыть. Аудитория – это люди, которые свой бизнес упаковывают. Люди, которые монетизируют, у них маркетинговые агентства не хотят это продавать. У нас люди обучаются, которые вообще франшизу упаковывают. Свои уровни, компетенции прокачивают. Я это все включил. Там, как монетизировать франчайзинг, какие способы заработка существуют. Эффективность системы мотивации менеджера по франчайзингам. Воронка продаж, скрипты и так далее. То есть я сам это проработал, включил смыслы. Дальше, там есть какие-то копирайдинги. И к тому, что нужно уходить. 7 типичных причин или 7 уникальных причин купить у нас. Чуть ниже можно опустить. Там есть такие фразы, как вот сюда ставь. Какие бизнес модели франшиза работают, на какие зажать партнеров, чтобы их личики были в ваших руках. Ну то есть понятно, что у человека может быть двоякое мнение. Типа, а может охренеть, слушай, прикольно, пацаны креативят. Ничего-то по-другому, можно с ними поработать. Ну и там дальше не так принципиально. По факту, получается, зачем вы приходите на своего клиента? То есть вам неинтересно работать с искусственными людьми, которые раздевают и как они делают, а вот таким образом вы обсеиваете всех тех, кто вам неинтересен? Ну да. А это правда всем нужно, по сути. Ну, всем так или иначе. То есть мы, Максим, вот... Миша Дашкин говорит круто. И, кстати, читать БМ запускает курс, а мы после БМ запускаем курс. Целенаправленно. То есть мы вообще аудиторию их не трогаем. В плане, они делают это дорогим курсом, а мы... Да. Я поеду, кстати, отбор. Они делают это дорогим курсом, а мы говорим, типа, чуваки, вам вообще... И они сами это не скрывают. Они говорят, что 95% случаев вам франшизы еще рано запускают. Ну, сами это говорят, я буду на презентацию первой. А мы говорим, типа, ну, ты как бы заплати, сколько читаешь нужно, и сам пойми, нужна тебе франшиза или не нужна. Ну, как бы, это вот к тому, что... Сетя и к тому, что продукт включатель. То есть, по сути, глупо отказаться. Ты сам через Яндекс.Оп закинул там 100 тысяч. Ну, а ты в базе. Ты в базе твоей вот попушки у нас. Сетя, дизайн, ну и трафик. Трафик — это прям интересная штука. Можно переключить, если видос заключился. Трафик. Ну, вот если кто-то мониторит американский рынок, наверное, знаете, что в Америке 80% — это органический трафик. Реклама зачастую нерентабельна. Почему так? Потому что три года назад никто не знал, что бы Яндекс.Директ. Ну ладно, пять лет назад. Пять лет назад никто не знал, что бы контекст. Ну, единицы. Самые продвинутые знали. Но когда БМ вышел, они дали этому весь свет. И, соответственно, что произошло? Куча конкурентов в одной и той же теме. Клики дорождают. Кто занимался там таргетинговой рекламой, знает, что там клики вообще копейки стоили. Три-пять лет назад копейки стоили. Сейчас там клики сумасшедшие. Вот мы сейчас только на таргет полтинник вливаем, а там у нас клик — рубль 10. Кстати, если есть таргетологи, то он может показаться. Вот. И к чему это я? Что рынок идет к тому, и клубок Ханнеров, мы говорим, что в жопу Яндекс нужно что-то придумывать новое. И я тоже адепт того, что трафик должен быть органический. Отменен на первоначальном этапе. Как это делаем мы? Вот я вкратце это рисовал. И как вы это реализовали? Кстати, вот те, у кого штуки — это прям вообще для вас. Прям вот вообще для вас. И найдите потом на YouTube обязательно видосы. Там двухчасовой в Сочи. Я прям всю структуру это рисовал. Что мы делали? Мы создали… То есть, как мы… Точнее, как… С чего началось все? Я лежал на диване, у нас была та цепь определенная. И я думал, блин, как ее закрыть, как ее закрыть, как ее закрыть, как ее закрыть? Я встал с кровати, написал ВКонтакте другу и продал ему франшизу. Тогда я подумал, типа, а если я поедин это сделал? А если мы это сделаем как бы там много людей? Ну, то есть, много людей будут это делать. И так мы зафигачили за год, что где-то 50-60 франшиз. Вот. Механика следующая. Есть удаленная команда. Кстати, есть куда удаленщики? Кто-то работает там с фрилансерами? А кто это дизайнер? Какие? У меня полностью фрилансер веб-студия. То есть, у меня находится только технический директор, маркетолог и, возможно, фотограф на месте. Все остальные – Россия и ЦБ. У меня удаленщик – представитель. Ну, представитель? Да. А вот Сузы есть продажники удаленные? А еще раз, что продают его? У нас клиенты для удаленных продажников, они дают. А, то есть, ВКонтакте общаются? Нас уже сферилируют раз в тысяча. Да. А что за тема? Банкс и серия. А еще раз? Данкс и серия. А, что продут? Банкс и серия. А, что за банкс? Банкс и серия. А, что за банкс? Банкс и серия. А, ну, брокер. А, ну, это прям ваша тема. У меня звонили недавно с этого, как вообще истерика. Звонят мне с банковского типа БГС, что-то типа этого. Я, короче, продал, говорю, чуваки. Они мне звонят и продают, короче, свою услугу голосом. Они мне звонят и продают, как мне научиться играть там на всяких фондовых рынках. Я, короче, продал, что нужно сделать вебинар и мы с ними общаемся. Ладно. Суть какая? Есть руководитель. То есть вот есть руководитель в соцсети. У руководителя есть руководители групп. Кто такие руководители групп? У них задача следующая. Это регулярные рекрутинги, регулярное собеседование людей в соцсетях на позицию работать в вашей компании. У этих руководителей формируются команды. Все эти команды разбиты по чатам ВКонтакте. Ну, вот сейчас мы на Телеграм перешли. То есть все эти команды разбиты по чатам ВКонтакте. Что у этих людей? Первое. У них есть понимание, кто их целевой клиент, что это продукт. Дальше. Второе. Есть скрипт. И здесь есть мотивирующий вебинар. Ну и, соответственно, есть система мотивации. Вот фабрики, франшизы мы собрали где-то 150, а в предыдущем бизнесе 300. Что эти люди делают? Вот. Напишите в ВКонтакте, я вам открою доступ. Это вся инфа есть. Наверное, на Google диске с рекламентами, с инструкциями. Там, бизнес-бук целый мы зафигачили на эту модель. Возможно, мы зафигачили. Вот. И у этих людей есть вебинар. Мы их заряжаем. Типа, чуваки, давайте, давайте, давайте общаться. Сейчас мы вам запускаем промоушен. И они, представьте, массово, вот эта вся масса людей. Просто кто-то работает в разные часовые пояса. Вот эта вся масса людей выходит на рынок и начинает заполонять вашим предложениям весь рынок. Мы делали максимум в день 1200 диалогов. 1200 человек в день узнавали просто в разные промежутки времени. Потому что кто-то не прочитал, кто-то позже прочитал. 1200 человек в день узнавали о нашей компании. Может, скорее всего, вам тоже писали. Потому что мы все в БМ группу проработали. И не только БМ. Вот. Механика, оборонка, них следующая. Идет первый текст. Первый скрипт, типа, здорово, я поделаю. Не надо писать, если вы это делаете, или собираетесь это, не надо писать полотно человеку, какое огромное. Привет, я поделаю. Речь касается 10. Можно так. Привет, что за тема. Причем аккаунт, это, как наша практика показывает, это такие милые девушки. То есть милые, красивые девушки. Она пишет человеку, типа, а сам там может сидеть. Псатый чувак. Ну, как бы, непринципиально. Но идеальная аудитория, наверное, вот эта модель, это женщина в декрете. Вот. То есть они пишут, типа, привет, я поделаю. Привет, что за дело? Слушай, тебе потенциально интересно было бы зарабатывать, там, вот, 150 тысяч рублей? Слушай, ну да, а что за тема-то? Огонь. Ты сейчас перед компьютером, ты сможешь посмотреть мне через телефон? Я тебе скину, там, ссылку на YouTube, или, там, скину сайт. Ты сможешь посмотреть, ознакомиться? Ну да. Отлично. Ловим. Сайт, UTM, ну, код, понятно, да? Можно плюс сюда видео добавить. Видос. Следующий скрипт. Ну, как тебе тема? Ну, прикольно. Ну, есть конверсия, понятно. Дальше, ну, там, да или нет. Если да, то заявка попадает в CRM. Дальше ему звонит колер, девочка. И голосом уже его продают, идет по воронке. Вот максимум, сколько мы делали, это, что, 467, по-моему, или 497 за месяц. Оплата идет, естественно, по факту. Но вы можете экспериментировать. Мы меняли система мотивации, делали promotion, делали, там, определенное количество трафика, которое они должны дать. При этом, в количестве, вы получаете столько, ну, то есть, тебя обесчитывали. Ну, тема рабочая. И что происходит еще? То есть, это только одна сторона. Тем самым, вы, соответственно, первое, продвигаете все свои веб-ресурсы. Вот мы раскачивали, короче, группу ВКонтакте, максимум до 9000 уникальных просителей за месяц. Ни копейки не инвестировал. Вообще ни копейки. Естественно, есть огромнейшая текучка. Огромнейшая текучка. Ну, по-моему, тысячу человек в месяц. Почему? Потому что это фрилансер и, как бы, все-таки это удаленная работа. Когда Кинькофф Банк это увидел, он говорит, охренеть, слушай, давай к нам, давай, нам нужна команда, давай, давай, давай. Но, как бы, модель такая. Кому вообще? Вот кто сейчас реально понял, что это тема его? Все, один человек, что ли, два? Ну, Кальяна хрен знает. Онлайн, вот, твоя сто процентов, вот, свадьбу сто процентов, ну, скорее всего, вот, если у нас есть обучение. Мы сейчас эту модель опять собираем и запускаем таким образом. вебинары. То есть, модельный вид, как бы, ты нам даешь профит целевой и, по факту, получаешь деньги. Кому это будет интересно и полезно, вы просто ВКонтакте напишите, и я вам скину больше. Давай, давай, давай. Давай, давай. Я просто так понимаю, что сейчас послушаю, что мне, ну, я представляю вас в России, и, собственно, продвижение товара, допустим, металлобаза, товар у нас на базе, тяжелый металл, арматура, удалки. Вы продвигаете с помощью сайта, да, вот там, и пытаете там как-то группы. А можно как-то коснуться вот такого тяжелого... Ну, в розыске смысла, хоть подумай так. Мне кажется, вряд ли ВКонтакте себе чуваки, которым нужен металл. Вот я тоже так понимаю. Ну, в большинстве случается. Да и нет. Франшиза вообще залетает. Больше 10 тысяч посетителей вниз. Сколько? Более 10 тысяч, а 30 тысяч. Их 35%. У нас аудитория сдача, да. Возможно, фейсбук. Мы пробовали вот с такой моделью на фейсбук зайти, но всё тяжко, не получилось. Пока. А вообще всё тяжко. Фейсбуке? А? Николай Берёза. Я думаю, потом открыть свой кончик. У вас просто розница. Вы оптометал-продажёр. И оптометал-продажёр. Есть метал-продажёр. Есть метал-продажёр. Оптометал-продажёр. Оптометал-продажёр. Не понятно, как это продвигать через интернет. Ну, тут надо прям погружаться. Ну, стандартно. Яндекс, СО. А. Не, ну, СО уже написано. И в Тельбане уже почти десять лет. Тогда нужно залезть в вашу рекордную кампанию. Посмотреть, может, какие-то минус-слова там оптимизировать это. Есть в вашей теме бетон-база. Ребята из Москвы. У них производ... А, у вас метал-бетон. Ну, близкая тема. Есть франшиза тоже по металлу. Вопрос, как масштабироваться, наверное, ключевой. Ну, франшайзинг однозначно. Посмотрите курс Б. Ну, а как, знаете, как... Ну, и если проделаешь платолог, ну, как вы больше... Куда вам продавать еще? На другие рынки? Ну, я говорю, надо шапку заводить туда. Это вот то, что касается не совсем стандартных способов. Дальше читы. Вот чит-коды, которые я использую. Как войти, вот, возвращаясь к сильному предложению. Вот на рынке принято, что сеть что-то впаривает. И прямо это уже сильно накаляет. Вот почему-то люди вот не приходят сами к этому. Как... Вопрос. Не, не, не. Как запартнериться, начать работать, практически с любым человеком, там, с оборотом даже, с выручкой до миллиарда. Ну, у меня не был опыт, был 200 миллионов. Но за счет чего? Вопрос элементарный. Чем я могу быть вам полезен? Или сколько мне нужно для вас заработать денег, чтобы вы заплатили мне миллион рублей? Кто, ну, как бы... Любой здравомыслящий предприниматель, руководитель, бизнесмен, он скажет, чувак, у меня столько задач, держи, как бы, вот, сделай вот это, я позаточу сколько-то. Но, что происходит? Вот, ключи, пожалуйста... А, ну, давайте с ним покажем. То есть... Опять же, это не пустые слова, типа, а вы, типа, сами делаете так? Да! Да! Я сам свои деньги трачу, чтобы с людьми наладить коннект. Кто-то Руслан. Блин, вы столько проектов реализовали? Вы бы знали. Они недавно запускали проект по виджету, обратного флага через скайп. Видели? Ну, кто может светить. То есть, на сайте виджет, скайп, и вы не тратите деньги вообще на телефонию. Просто через скайп, короче, связывайтесь с компанией. Видеосвязь, ну, это. Зафигачили, наша команда это сделала. Мы настраивали там и CRM-систему, там, внедряли, там, раза два или три. Мы автоматизировали франшизу, там, соль плюс. Просто, как бы, вопрос даже с моей стороны не снял, Руслан заплатите вы нам или нет. Но, любой, опять же, здравомыслящий человек, понимающий какие-то принципы, он всегда вам отдаст в обратку. Потому что, ну, нельзя, как бы, это нарушение. Он вам, в любом случае, отдаст. И, таким образом, я, Турсал, еще пять на клиенту пришло. Причем, такие, которые уже все по рекомендации. То есть, им надо, там, продавать, объяснять, там, и показывать, чем мы занимаемся и кто мы. То есть, суть в чем. Вот на рынок франчайников, когда вышли еще, вот, там, активно, прям, с фабрикой франшиз, я сделал простую штуку. Я вышел, просто связался с топовыми компаниями. Ну, кто занимается франчайзингом. Франч.бис. Это топовый каталог франшиз в СНГ. Самый раскрученный. Просто вышел на ром и говорю, слушай, ну, давай что-нибудь сделаем. У нас есть аудитория. Давайте пропиарим, сделаем, говорит, интервью. И, ну, что-то, что я могу для этих полезных, короче, сделать. Он говорит, да давай сделаем вообще эфир. Мы сделали эфир один, второй, третий. Вы видите, можете посмотреть, там, на франч.бис, там, три эфира по франшизации франшизы, по упаковке, по продаже франшизы. Все. Мне оттуда упало, там, может, тоже, там, около 10 заявок. Всегда YouTube, это, как бы, и два, там. Просто вопрос. Аудитория тоже. Принципиальный марк подход. Как вы к человеку подошли? Это тоже касается трафика. Я сейчас не знаю как. Все прекрасно понимают, как делать трафик. Ну, реально. Ну, вот здесь точно. В той аудитории не факт. Здесь точно все знают, как делать трафик. Сейчас рассказывать вам про, там, ретаргетинговые базы. То, что, там, как подключать RCA, как настраивать там таргетинг, как работать с email-маркетингом, там, с контекстом, с гуглом. Ну, наверное, нет смысла. Я вот наши подходы показываю. Очень круто, конечно, работать виральность. Вот я не знаю, кто там, возможно, это использует. И здравым смыслом к этому можно прийти, что ничего сложного нет. Это запускать вирусные какие-то репосты. У кого группы ВКонтакте, в соцсетях, вы что-то разыгрываете? Разыгрываете что-нибудь? Ну, к примеру. Ну, вот тоже оффер сильный. Сильный оффер. Я делал так. Бизнес-разбор за репост. Я делаю просто картинку. Я сам привлекаю к себе в компанию людей, чтобы со стороны посмотрели, что-то порекомендовали. Я сам зашориваюсь в процессе. Пожалуй, календарный пример с инстаграмом. Я просто говорю, спусти инстаграм. Одно действие. Сразу взрыв пошел. Одно действие. То есть бизнес-разбор за репост. Нам набралось порядка где-то 70-70 репостов. И потом, почему клиенты в Георгук точно туда были, я помню. На какие-то личные консультации. К механикам. Ну, давай видос посмотрим. Я думаю, сейчас мы более индивидуально построим работу с кем-то. Много контента я сейчас не хочу, не вижу смысла. Кому-то не зайдет. Автоматизация, франчайзинг. Команда образования, удаленная структура команды и так далее. Просто покажу. По найму, например, есть система. Тысяча рублей бюджет. В 22 человека собеседовали. 8 солдов у вас на следующий день уходят в работу. Причем такие чуваки с огромными глазами, что они избраны. Реально. И у нас на следующий день пошли сделки. Вон там есть отзыв. Включи. То есть вот так это было. У меня есть целая система. Могу. 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 На маркетинге. Многие, ребята, всем привет. Это Соня Симеон. Могу. Многие. Многие на картофеле. Чувак в сухарян и переехал. Морглер запустил. Я вам так скажу, касательно командообразованием, к HR, к маркетингу. Мы собрали команду в оффлайне в Ростоне, в Ростоне, в Гарсоне. У нас был человек 15, ни один не работал на окладе, и половина команды были из других городов. Никита из Сочи, Сэм из Украины, Влади из Краснодара переехал. Вопрос с большой мотивацией людей. Сейчас тут жара, блин. Человек просто, это наш первый франчайзи. Сейчас он один из директора в Генезис. Он, короче, купил франшизу, загрузился в кредит. Потом переехал в Ростов, стал исполниться в индивидуальной франшизе. До этого был владельцем в нашей площади. Сейчас он в Генезисе. Чуть-чуть можно отбудить, там сейчас уже конец. Просто как люди стояли, реально стояли, потели. Чуть-чуть еще. Еще. Кто сейчас тут? То есть кому-то можно отбудить, У меня есть прям по шагу в алгоритме, у меня есть флайд, гугл, пускай, Мадонна открыли. Вот так они стояли, 12 в начале. Маркетинг? Маркетинг? Ладно. Давай. Вот. Ян, расскажи по времени, что у нас случилось? На 10-ти. На 10-ти? Я просто думаю, может, немножко, может, с сердцем вам можно поработать в плане, там, кому-то нужно франчайзинг, кому-то нужно автоматизация, кому-то по онлайн-команда. Или, если вы сейчас определите какую-нибудь тему одну, я могу ее раскрыть. Можно интегрально пообщаться, может быть? Не интегрально, может быть группами. Давайте так, давайте голосование. Кому тема франчайзинга более вот залетает, прям актуально? 4, 5, 6. Окей. Кому тема автоматизации и стандартизации? Франчайзинг и стандартизация за одно и то же. Ладно, а кому тема командообразования? Это команда в организации. Окей. Тогда я вам дам просто одну крышесношную штуку, которую вы можете завтра уже внедрить, и это супер, как упростить. У кого есть форма структуры в компании? Что за структура? У меня в качестве, кто срок готовится. Она по какой-то методике сделана или ты ее интуитивно сделан? Я ее опротал и уже формировал, чтобы, соответственно, по… Ну нет, бизнес-процесс другая штука. Короче, прям вот можете сегодня приехать, посмотреть более глубоко. Есть такой человек на рынке, зовут его Александр Высоцкий. А, Высоцкий консалка. Они, короче, работают по методологии ровно Хаббарта. У нас, кстати, в курсе, мы привлекали сертифицировку. Хаббарта слышали, да? Вот санитолог, кто-то знает его. Но, в чем фишка? Я не говорю религиозных предпочтений. Он столкнулся с такой проблемой, что реально, как организовать людей? Как организовать людей в компании? И он будет вывел такую методологию, состоящую из семи отделений. Почему семи? Это тоже глубокое погружение. Я потом Вам скину примеры, как мы это сделали. Семь отделений. Есть отделения, которые отвечают за администрирование всей компании. По сути, вот этот отдел строит организацию, любую организацию. Я Вам так скажу. Из-за того, что у меня не было в структуре, два-две компании просто у меня... Первое, Edge Media, которое продавало мультимедийное оборудование. Типичная история. Когда коммерческий блок, сейчас я нарисую в помете, когда коммерческий отдел или коммерческий директор выполняет, пусть даже частично, функции исполнительного отдела продакшена, он задается вопросом. Вот вам по франшизу так увели, по сути. Вот на видео коммерческий сидел справа наш, а слева партнерок. Вот коммерческий, вот партнера. Это вообще смешно на самом деле. Так вот, когда коммерческий отдел залазит в функции исполнительного отдела, коммерческий задается вопросом, а на хрена не работает по найму? Я знаю, где взять подрядчиков или произвести как продукт. Я знаю, как продать продукт. Давай я сам запущу компанию. И вот только вторая ситуация с фабрикой франшиз вынудила меня неизбежно снидрить организационную структуру. И сейчас я понимаю, что эта организационная структура унифицирована. Любой абсолютно бизнес вы можете запускать по той же самой структуре. Это вообще, это базис, это фундамент. Вот реактор на него должен строить компанию. Сейчас я вам покажу, как это реализовано у нас. Есть? Еще раз. Административный отдел. Административный отдел. Дальше идет персонал коммуникации. Дальше идет коммерческий отдел. Дальше идет отдел продакшена. Ну, производства. Административный отдел. В его зону входит персонал коммуникации. Коммерческий отдел. В продакшен входит финансы. Бухгалтерия. Вот здесь. Финансы. Производства. Вот здесь квалификация, которая отвечает за качество продукта. то есть, ну, саппорт-департамент. Я сейчас покажу дальше. И, соответственно, пиар. Семь отделений. Раз. Правильно. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все отделений, да. Все? Да. Все. Вот. А у книги так же? У кого? Не книга, а вебинар. Книга вот такая. Лучше не надо. Я напиши на ВКонтакте, я тебе скину где-то пять примеров, которые вот я внедрил лично. У кого? Еще у клиентов и у себя. Ты их можешь за основу брать. Суть, знаете, в чем? Административное отделение. Теперь смотрите, как это функционирует. Тут еще даже, конечно, бизнес-процессы. Как это функционирует? К примеру. У кого совещание проходит, в общем, в компании? А как вы проводите? То есть, вот как они происходят? Ну, в зависимости от местоположения. Они планируются? Да, планируются. Смотрите, функция административного отдела. Что он делает в компании? Первое. Во-первых, здесь еще вот у нас, в нашем случае, это еще бизнес-ассистент. Задача его ключевой. У каждого отдела есть ЦКП, ценный конечный продукт. Что на выходе он дает вам? Вот ценный конечный продукт административного отдела, это первое. Все задачи, которые проговариваются на совещании, фиксируются. Раз. То есть, механика такая, собирать совещание. Я вам просто на примере, чтобы у вас визуализовывать. Собрать совещание. Идет дискуссия, нарезаются задачи. Типа, у нас вот там три вопроса на повестке дня. Три вопроса. Первое. Нам нужно упаковать лингос или обратную связь по лингосу. Идет брейншторм. Такой шторм. То есть, нарезаются задачи. Так, нам нужно сделать это, 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 это. Если вы будете фиксировать эти задачи, это будет мука. Два. Здесь, вот в этом отделе есть бизнес-ассистент. Его ключевая задача не пропустить все те задачи, которые были нарезаны во время совещания. Дальше. Бизнес-ассистент передает вот эти задачи административному директору. Директор, вот это Владя был на видосе. Что делает административный директор? Он эти задачи конкретизирует. К примеру. Нам нужно блоковать, учтем имели письмо, да, его рассылка. Окей. Как это должно выглядеть? Что должно быть обязательно? Чего-то быть не должно и так далее. Дальше административный директор раскидывает их по другим отделам. То есть, он завяжет это на себе. По сути, это первый чек в компании. Вот здесь должен быть человек, которому вы тотально верите. Потому что он контролирует все. Я одну просто сейчас... Я не успел ее подготовить, я бы ее визуализировал. Но административный отдел первое. Он занимается построением организации. Раз. Во-вторых, административный отдел занимается расширением производственных мощностей. Если нужно. То есть, вот задача. Нам нужен новый офис. Кто это делает? Как вы распределяете по зонам ответственности задачи? Не, более компетентно обычно выявляется. Или свободнее взаимодействие? Ну, блин, вот... Такой совместер. И по юспруденциям вопрос. Юспруденциям вот здесь, в продакшене. Но у нас еще юспруденция есть вот здесь. Ладно, сейчас у вас больше целая картинка будет. То есть административное отделение занимается фиксацией задачи нарезать ее по делам. Дальше, персонал коммуникации понятно. Его ЦКП, ценный конечный продукт. Это в компании работают максимально эффективные сотрудники. Проработанная система мотивации. И маршруты коммуникации между другими отделами. Проработанные. Это и ЧАК. Ну, и ЧАК. Персонал коммуникации, и ЧАК. Да. То есть он задуматься, беседует, он проводит интервью, он работает с хэдхантером, суперджопом и так далее. Составляет себя мотивацию, рекламенты, коммуникации, делов. Он занимается повышением лояльности сотрудников. К примеру, вот у нас, позавчера у чувака был день рождения. Там у нас человек, который вот здесь, он, короче, организовал, говорит, давайте запишем видос, склеим его, соберем деньги и подарим. То есть должен всегда этим кто-то заниматься. Дальше, коммерческий отдел. Его ЦКП, понятно. Как-то смотрите на меня странно, нет? Не колбуйте на меня. ЦКП – это деньги в кассе. Коммерческий отдел, его ЦКП – это деньги в кассе. Сюда же входит отдел маркетинга. То есть просто вам нужен сильный коммерческий директор, который умеет управлять маркетингом, умеет управлять продажами. Все. Вы ему говорите, чувак, вот твоя мотивация зависит от количества денег, зашедших сюда. Вот тебе подрядчики, вот тебе службы, продажники. Все это переходит отсюда. Дальше. Продакшн. Но здесь производство. То есть, соответственно, это, ну, смотря что вы делаете. Если это производство, то это производство. Если это услуга, то это упаковка продуктов, разработка методологии. Все то, что дает вам в итоге продукт, клиент продукт. Здесь вот это отдел качества, задача ЦКП которого – это идеально качественный продукт. То есть, если, к примеру, вот этот отдел проводит опросы. Вот мы сейчас такую тему зафигачим. То есть мы сейчас свои клиенты, с которыми уже работаем, мы запускаем туда нашего support-менеджера, ну, менеджера по счастью это называется у нас. То есть на менеджер по счастью его ключевой KPI – это то, чтобы люди, наши клиенты были довольны и давали нам положительные отзывы. То есть его, ну, KPI, да, вот мотивация, кто-то говорил, как мотивация, как KPI учитывается. То есть есть какой-то, как сказать, нормальный показатель, к примеру, три отзыва. Что будет, если меньше, и что будет, если больше. Вот у него есть определенный план по отзывам. Это один из интегральных его показателей KPI, ну, мотивация. Я просто в терминологии, там не понимали меня. Сейчас тут нормально? Да, нормально. Ок. И есть PR. PR – это что? У нас это организаторы, вот здесь орги. 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 И пиарщик. Ну, то есть задачи которого – работа со СМИ, журналы, телевидение, радио и так далее. Вот. Теперь, какая типичная история происходит? Типичная история такая. Коммерческий отдел. Во-первых, вы сами коммерческий директор. Коммерческий отдел залазит, вот это у меня было два раза. Два раза. Это моя боль. Коммерческий отдел залазит в продакшн. То есть он продал, и он понимает, что охренеть, нам нужно продукт делать. И он сюда лезет, типа, чего тупите. Кстати, я финансы пропустил вот здесь. Типа, давайте делаем. И сам это делаю. А потом задаёт себе вопрос, блин, давай я сам это сделаю. У кого близкое дело? Есть? Вот. Вот маркетинг, вот сто процентов. Когда вы правильно дифференцируете компетенции и задачи по структуре, этого нет априорде. Это не может быть. Они не знают, что там происходит. Даже если у меня уходит коммерческий, ну как бы окей, у меня все другие организмы функционируют. Все другие отделы функционируют. И это вот, прямо знаете, это must have, это реально по любому глазу нужно. Вот нет такого, причем она не фиксирована. Если у вас три сотрудника, вам нужна оргструктура. Почему? Потому что на первоначальном этапе просто у вас один сотрудник закрывает несколько отделов. Вот если вот нет оргструктуры, не надо людей нанимать. Реально. Потому что это чревато там тем, что у вас ведут бизнес. Два раза на моей практике это было. Вот. Если более глубоко. Это первый шаг. И я ссылку дал, это Высоцкий консалтинг. Можете найти на YouTube, у меня есть два крутых видоса четырехчасовых, где я прямо в демонстрации экрана показываю на платных там, ну с нашими платниками, как это все работает, и визуализирую. На YouTube это называется четырехчасовой практикум и чек-лист по упаковке франшизы. Ну что-то такое. Найдите, короче, Береза Николаевна, пишите на YouTube. Вот. Это первый шаг, организационная структура. В идеале, эта организационная структура должна у вас соединяться с бизнес-процессами. Если мы говорим прямо про автоматизацию и системное управление. Не Борщ, когда вы операционки, и вы продаете, и вы маркетолог, и финансист, и все, короче. Все вы в одном лице. Вот чтобы от этого уйти, потому что когда вы уходите и начинаете на бизнес смотреть со стороны, вообще другая картина. Вообще другая. Вы более точные. Вы реально более точные. Вот пример из практики. У нас сюда был какой-то ступор. Я выключился вообще на неделю. Реально. Я выключился вообще на неделю. Потом я такой вот в рынок. А давай запустим теплый рынок наших франшизей. Мы собираем вебинар всех франшизей и говорим, все, на эту неделю бомбим по теплому рынку. За неделю 15 видео стоит наш продукт. Сразу. Одно действие. Орг структура и бизнес-процесс. Что делаем дальше? Как это, точнее, делаем мы? В идеале это все должно соединиться в CRM-систему. У кого CRM какие? Что за CRM? Mitris24. Mitris, а вы глубоко там разобрались? Ну прям по адаптирую его под себя, да? А еще какие CRM? Bitris24. Что вы делаете? АМА и АМА, сэр. АМА? Ну, АМА круто. Знаешь как? АМА круто. АМА крутая система, когда у вас нет проектов. Если у вас проект, то АМА вам не залит лидер. Лидер такс, я слышал? Ну это, по-моему, Project, нет? Типа Trello. АМА. Я не знаю, что у меня столько кислот у вас есть. Bitris24. Тоже Bitrix? Нет, Bitrix, конечно, крутые ребята. Есть еще фреш, нормальная система и очень простая. Но не суть. То есть все в идеале должно зайти в одну CRM-систему. По сути, в идеале он обиделить, должен быть, он в телефоне. А в Salesforce, а что мы еще раз продавили? А, это вы мне звоните постоянно. Третий шаг в CRM-система. Ну и вот, что мы сделали еще сейчас. И вот эта вся организационная структура предприятия, компания, со всеми отделами, она должна, во-первых, висеть в офисе. Я вам покажу потом после мастер-класса, как это выглядит. То есть она должна обвисеть в офисе. Вот здесь, в отделе, прописан функционал и ЦКП. То есть, когда к вам подходят, к примеру, менеджеры, и говорят, слушай, блин, у меня заказ, мне что делать? Кому я подходить? Я говорю, чувак, вот структура, посмотри по ней. Он подходит и смотрит. Так, ага, вот финансы занимаются выставлением счетов. Так, я что, я пошел. И он напрямую идет к нему. Вы находитесь вот здесь. С точки зрения вникания и управления, административный отдел залазит везде. В отдел продаж, в финансы, в пиар. Почему? Потому что он как от задачи и ключевой кипер вот этого отдела не проезд руки. Понятно? То есть, он нарезает задачи и он же их контролирует. То есть, он может увести бизнес? Он никак бизнес не уведет. А как он бизнес уведет? Другие отделы работают. Он контролит, он администрирует. Знаете, да, по этому? По администу 4 функций людей. А, Е, АА, АЕ и П. Администраэйшн. То есть, это человек с сильно развитой компетенцией администрирования. Это вот такие дотошные чуваки, не каждой маленькой штучки докапывается. У вас есть такие люди. Вот Влади на кончилах. Он говорит, а почему здесь такая, там, не знаю, такой шлиф? Или там вот такая, там, кавычка. Давай я поменяю. Ну, то есть, он докапывается. Вот у него суперсильно радует эта функция администрирования. Это вот эти люди. Как правило, это девушки. Вот особенно, когда работает там в ресторанах, в таких вещах. Е, функция Е. Э, эта функция отвечает сейчас за энергию. То есть, функция за предпринимательство. Новые продукты, новая энергия. И, эта функция, которая все это интегрирует. То есть, она собирает все эти ресурсы и интегрирует. И, П, это, ну, продукт продакшен. Ну, продукт. Так вот, у каждого человека есть эта функция. К примеру, моя функция такая. У меня супермаленькая А. Огромная Е. Огромная И. И вот такая Б. И у каждого человека можно расположить эту функцию. Так вот, вот administration, у вас вот эта функция. Даже если он захочет увести, ему не достанет вот эти функции. Вот. Я почему это убили? А, и вся вот эта организационная структура висит онлайн. И мы сюда же, вот, к вопросу по Scrum планировали, Scrum управление. На все, вот, к примеру, ситуация. Есть совещание. Это моя боли, которую вот я реально изучил кучу контента по совещаниям. Вот реально. Я прям взорвес, я заморочился, я даже хотел с волчеком связаться до бывшей генеральной поэмой, чтобы с ним сделать продукт по менеджменту. Возможно, сделаем. И я реально не нашел нормального контента по совещанию. Как совещание проводить эффективно? Вот. Это ж типичная тема. У меня, по крайней мере, много раз так было. Типа, люди сидят и думают, блядь, я тебе время трачу. Да. И вы сидите и только собственный говорит. Есть такая тема? То есть вы говорите. Ну, это бред. Ну, во-первых, вы сами время тратите. Я вот реально заморочился. Мы сейчас нащупали модель. Кому интересно, я потом покажу, как это у нас мысли. Но суть такая. То есть идет такой шторминг. Бизнес-ассистент подготавливает план совещания. Типа, ребят, нам нужно прогреть вот это, вот это, вот это, вот это. На совещание приходит этот, этот, этот. Информирует. То есть задача ассистент, если кто-то не пришел, а ассистента. Понятно. То есть ассистент информирует всех. И потом, как бы, вы сидите как собственник. Вам озвучивают задачу. Вы говорите, так, кто же сделать вот так, вот так и вот так. Ассистент фиксирует и отдает административному директору. Он участвовавшись тоже в совещании. И он уже декомпозирует это. Вот. И потом это пошло по делу. И вот, в чем ключевая фишка. У кого есть такая проблема или боль? Когда вы нарезали кучу, кучу, кучу задач и не знаете, где они вообще, какие задачи. Ну все, они из головы вылетели. У кого такая тема? Один человек, что ли? Вы задачи не ставите после этой компании? Да. А что используете? Ничего просто. Есть две штуки, вот мы, которые используем. Todoist. Знаете кто это? Да. Тудуист. Крутая штука. Но вот этот Scrum, это просто вообще, это... Ладно. Это Scrum. Фишка в чем? Онлайн. По всем отделам вы видите все задачи. У вас стикер висят. То есть, к примеру, у вас административный отдел продаж. Вот видите, это знак был. Отдел продаж, коммерческий отдел. В коммерческом отделе есть маркетинг, есть отдел продаж, где ссылки. Вы видите четко, по отделу маркетингу стикер висит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять задач. Отдел продажа. Там, двадцать задач. И вы видите, что с ними происходит. Это же огонь вообще. Реально огонь. И вот так как у нас это в онлайне все, это круто работает. Можете это использовать? Я вам сервис потом... Да, как же он называется? Не помню уже. Вот. Три вещи. Обструктура. Бизнес-процесс. Тоже прям отдельная тема. Не хочу погружаться. CRM-система и Scrum-тоска. Все. На уровне, я вам так скажу. Я вот максимум работал, именно погружался, аудировал и прорабатывал организационную структуру. Компанию, которая оборот 70 миллионов. Там в штате 50 человек, право-порядок, московские ребята, юристы. Нет. Код получается. Но это не плохо. Или пожили в месяц. ХЗ, короче. Ну, короче, вот у них такая оборотка. У них реально структура, блин, но за общей 400-м плане в Москве. Так вот. Вот если компания уровня такого, ну, там, даже до 100 миллионов, где 3-4 штуки, вам супер как все упростится. Вот реально. Просто четыре вещи. Просто орг структуру. Заморочьтесь. Залезьте. Ром Хаббард. Я изучал не только, кстати, Хаббард. Я изучал матричную структуру. Из сетевого бизнеса я моделировал структуру. Потому что сетевое – это тоже определенная орг структура. Залезьте, изучите. Хаббард – орг структура. Второе. Проработайте бизнес-процесс. То есть, проработайте блок-схемы хотя бы. Основные алгоритмы. Засуньте это все. В смысле, внедрите это все в систему. Ну, не то, похоже. И четвертое. Внедрите скромное управление в свою компанию. То есть, когда у вас есть доска, на флипчайте по всем отделам вынесены все задачи на стикерах. Орг структура, вот эта ЦКП – это является основой вашей системы мотивации. Ну, то есть, я когда у вас людей сейчас принимаю на работу, я показываю структуру. Я говорю, чувак, вот смотри, вот где ты себя видишь? Вот, посмотри, здесь вот это надо делать, здесь вот это, здесь вот. Где ты себя видишь? Он говорит, мне ближе там вот это. Я говорю, ну окей. То есть, ты понимаешь, что вот, что тебе нужно? ЦКП. Ну да. То есть, он осознанно принимает для себя ответственность. Это к вопросу, как… Часно реально зададут вопрос, сколько и ты будет работать вообще на идее, по сути. Ну, то есть, без мотивации. То есть, сколько на топол, сколько на топол, сколько на топол, сколько на лопол. Таким образом. Зачем мне человек, который придет и скажет, слушай, блин, мне нужен такой фикс, мы с этим просто не работаем. Я вам показываю структуру, говорю, и вот тебе возможность. Мы наехали ресурс, команду и как бы делаем, зарабатываем. Трун-трун-трун-трун. Может, вопросы есть? Да. Все, вы не скепели. До свидания. Давайте. На меня второе выступление, мне еще и нехать, я просто с ума скажу. Давайте, да, реально, кому что-то вот из этого было полезно, я надеюсь, вы подойдите, просто с этим индивидуально пообщаемся. В принципе, мы на час раньше, да, час уже работали. Спасибо вам еще раз. Дорогие друзья, смотрите, секундочку. Давайте поднимем руки тех, кто сегодня узнал что-то новое. А из этих 95 процентов, кому что-то было не просто там или что-то новое, да, а что-то полезное вообще. Было? Ребят, вот теперь всем полезным идите и делайте понятно, внедряйте это, обязательно не пропугайте. Все, давайте еще раз похлопаем, спасибо, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ